Всем огромный привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал. Как вы знаете, я очень люблю заказывать что-то с Алиэкспресс, и в этот раз не исключение. Ко мне, посмотрите, пришло какое огромное, просто огромное количество посылок, я считаю. Всего здесь 10 посылок. Ну что же, давайте уже начнем распаковку, потому как мне просто не терпится открыть и посмотреть, что же мне пришло. Итак, вот у меня первая посылка, давайте ее откроем. Итак, что же там внутри? Так, тут какие-то бусины. О, посмотрите, это довольно интересные бусины, у них покрытие идет только с одной стороны, причем серебрение. О, посмотрите, я уже вижу очень интересный момент, вот одна бусина как раз-таки круглая. Все граненые, а эта круглая. Ну ладно, я думаю, ничего страшного. Так, вроде бы покрытие стойкое, насколько я могу судить зрительно, но опять это все очень относительно, это чисто мое первое впечатление, потому что лучше, конечно, такие бусины проверять на износостойкость, например, просто взять их и постирать в тиральной машине. Здесь идет связка и вот прям вот выделяется эта бусина одна, но цвет мне очень понравился. Так, в пакете больше у нас ничего нет. Пакет откладываем, продолжаем распаковку. Следующая посылка. Так, самое главное, ничего не отрезать в самой посылке. Так, и здесь у нас тоже бусины, посмотрите, здесь только одни бусины мне пришли, это ярко-желтый-лимонный оттенок. Я, если честно, часто, как вы можете заметить, покупаю оранжевый, красный и желтый цвета, потому что я ищу определенный оттенок. Ну, вот в этот раз мне пришел хороший, яркий, желтый, такой насыщенный цвет, потому что в предыдущих посылках, ну, моих предыдущих, точнее, заказах, мне приходили бусины более блеклые, но зато они были с покрытием таким, знаете, сверху блестящим, а это более матовые, хоть и граненые. Но мне вот эти даже нравятся больше, кстати, они дороже по цене, нежели предыдущие. Здесь их всего лишь 50 штук, и цена у них была в районе, по-моему, 40 рублей. Так, следующая посылка. Открываем. И здесь, ага, да, это интересный микс, который я, кстати, очень ждала, мне было интересно посмотреть, что же за качество придет. Так, я уже вижу, что там есть какие-то содранные бусины, это очень-очень плохо, печально. Значит, просто вот это покрытие, оно будет недолговечным. Так, посмотрите, вот здесь вот еще, ну, вот она как раз-таки бусина, которая с содранным боком, это даже не не прокрас, это именно содранное, как раз-таки, верхнее напыление. Значит, такие бусины лучше не использовать для фриволете. Потому что мы столько труда вкладываем для плетения нашего кружева, чтобы просто так вот взять вот и вшить какой-то некачественный материал. Это, ну, я считаю, что это, наверное, неправильно. Ну, вот какие-то бусины, в принципе, вот, например, бежевого оттенка, я вижу, что они все вот прокрашены. Их, в принципе, можно попробовать где-то применить. Но я бы, наверное, применяла их прямо вот в серединку, то есть пришила одну бусину и все, потому что иначе можно испортить всю работу. Самое главное, наверное, эти бусины не вплетать. Расшить можно, потому что расшивку потом можно дополнительно и переделать, что, конечно, нежелательно. Но именно вплетать работу я бы такие бусины не стала. Так что данной покупкой я немного разочарована. Да, я их брала на пробу, поэтому здесь многого ожидать не было смысла изначально. Я уже подразумевала, что, возможно, придет не очень качественный товар. Но за такую цену, в принципе, а что я еще хотела? Давайте откроем следующую посылку. Здесь у меня пришли бусины красного и желтого цвета. Так, давайте оговорюсь сразу, что я заказывала ярко-оранжевый цвет, а мне пришел красный. Ну, вот как? Как вот это может быть просто? Бусины желтого цвета, они, кстати, нормальный оттенок, но они блеклые. Если вам нужен какой-то ярко-лимонный насыщенный желтый, вам он не подойдет. Но вот красный, ну вот как можно спутать красный цвет с оранжевым? Я специально выбирала именно оранжевый оттенок. Если честно, я очень разочарована данным магазином. Прям не рекомендую, потому что то, что вы закажете с картинки, скорее всего, вам просто не придет. Я хочу показать вам также дополнительно цвет красный, который я заказывала ранее. Вот посмотрите, они буквально чуть-чуть отличаются, но это явно красный оттенок. Но в прошлый раз я заказала именно красные бусины, мне и пришел красный цвет. А в этот раз я заказала оранжевый, но мне почему-то пришел красный. Я буду открывать спор на возврат средств, потому что, ну, если честно, это просто обман покупателей, которые пользуются их магазином. Так, давайте перейдем к следующей посылке. Так, я, по-моему, тут уже начала резать. Давайте с другой стороны попробуем. Так, и что же здесь? Надеюсь, здесь меня посылка порадует. О, Господи! Это опять оранжевый цвет. Он разбеленный. Ну, почему мне приходят какие-то непонятные оттенки оранжевого? Я просто хочу ярко-оранжевый цвет. Но мне постоянно приходит все, что угодно, но только необычный оранжевый. Да, на камере он смотрится вам ярким. Ну, я, честно, я расстроилась. К данному магазину открывать споры я не буду, потому что, в принципе, это оттенок оранжевый. И тут, возможно, просто все дело в том, что у меня цветопередача немножко другая на экране, нежели у них на фотографии. Вот и все. Перейдем к следующей посылке. Открываем и смотрим, что же у нас у меня там. Так, вот это хорошие серые бусины. Я уже, похоже, заказывала. По-моему, это стекло, которое сверху еще покрыто напылением, которое, в принципе, мне понравилось в работе. Я заказывала такие бусины, если вы помните, в фиолетовом оттенке. Но вот эти бусины у меня 4 миллиметров, а я заказывала 6. Здесь вот все подписано. Давайте откроем, да, давайте откроем, посмотрим, что же там внутри, чтобы получше вам был виден цвет. Оттенок похож на графит. Мне нравится. В работе буду использовать часто, потому что серых бусин у меня уже довольно большое количество. Все у меня в разных оттенках. И при комбинации получается очень интересный результат. Давайте возьмем следующую посылку. Откроем ее и посмотрим, что же там внутри. Так, во, мне пришел интересный микс. Это просто обычные пластиковые бусины. Или же, вы знаете, я, наверное, даже не буду вам врать. Я их заказывала как акриловые. Это микс. Заказала специальным, потому что мне хотелось посмотреть на качество. И количество здесь довольно большое. Посмотрите, здесь вот есть, например, очень красивые яркие оттенки. Всего в пакетике, насколько я помню, было 500 штук. Давайте откроем, посмотрим поближе. И вот здесь вот как раз самое интересное, что есть именно тот вот оранжевый оттенок, который я ищу. Вот посмотрите, вот тот вот оранжевый яркий, который здесь лежит. Это как раз тот цвет, который я ищу в бусинах. Здесь вот и красный красивый, и розовый, и фиолетовый. Слушайте, мне очень нравится вот такую посылку. Я бы, наверное, повторила. Бусины очень приятные, полностью прокрашенные. Я не вижу вообще никаких вот дефектов на них. Все бусинки аккуратные и ровные. Ну что, давайте перейдем к следующей посылке. Их осталось уже не так много. Большую часть мы уже открыли. Так, здесь у меня лежит тоже микс. Даже два. Посмотрите, микс и дополнительно еще и бусины. Цвет у меня здесь под бензин. Такой переливающийся. Это хамелеон получается. Переливы здесь от фиолетового до какого-то светло-голубого или серебристого. Я даже не могу точно сказать. Переливы красивые. Мне нравится. В работе должно смотреться очень хорошо. И вот посмотрите. Вот самое интересное, что я заказала микс у продавца. И здесь лежит как раз тот цвет, который я искала. Посмотрите, вот он, ярко-оранжевый цвет, который я пытаюсь уже в который раз заказать на сайте Алиэкспресс. Но мне приходит все, что угодно, но только не данный оттенок. Если вы заметили, почти каждый мой заказ состоит из красных, желтых и оранжевых оттенков. Я все пытаюсь найти, но никак не могу попасть на то, что мне нужно. Попробую заказать у данного продавца как раз-таки отдельно оранжевый цвет. Я очень надеюсь, что он придет таким, который мне нужен. Так, давайте перейдем к следующей посылке. А то я прям уже начинаю расстраиваться очень сильно, потому что... Ой, ну вот как так? Так, заказываешь одно, приходит совершенно другое. Здесь у меня одни бусины, тоже граненые, тоже 4 мм. Этот я тоже заказала. Это даже не микс, а просто набор бусин одного оттенка. Просто все они покрашены немножко по-разному. Они под камень, получается, сделаны. Интересный эффект. Давайте посмотрим поближе. Да, они прям под камушки. Слушайте, ну мне очень нравятся. Да, красивые. Красивые. Вообще необычно так будет смотреться, если взять какую-нибудь, не знаю, там темные, более темно-зеленый цвет нити, или даже вообще взять их какой-нибудь черный с зеленым переливом и вшить вот такие. Такие бусины я бы тоже вам рекомендовала для покупки. Если вам интересен такой эффект, и вы бы хотите попробовать его в работе, то почему бы и нет. Итак, переходим далее. Еще одна посылка. Так, это еще одни бусины. Они тоже очень похожи как раз-таки из серии, вот как у меня серые, как у меня были фиолетовые. Единственное, это опять размер 4 миллиметра. Синий. Ну, кстати, вот очень красивый, темный, насыщенный такой благородный оттенок. Не просто, вот знаете, бывает такой дешевый синий, а именно металлический. Правильно, это металлический синий оттенок. Ну, вот если честно, я вот уже который раз заказываю такого плана бусины, и, наверное, я их буду заказывать и далее. Потому что мне нравится, мне нравится, как они смотрятся в работе, мне нравится то, что они тяжелые, то, что они имеют вес, потому что кружево у нас легкое. И когда вшиваешь, например, какие-нибудь бусины, это дает немножко веса изделию, что, например, очень важно для сережек. Ну что же, на сегодня моя распаковка посылок закончилась. Я вам не буду рекомендовать, например, вот данного продавца, у которого я заказала желтый и оранжевый оттенок, который мне пришел не того цвета. Мне понравились синие бусины, также мне понравился интересный микс зеленого под камень оттенка, очень интересный, очень необычный. Также мне очень понравились акриловые бусины, потому что они все яркие, все прокрашены. И также отдельно хочу вам отметить вот данную первую связку с бусинами, тоже, в принципе, хорошее качество. Ну что же, я хотела бы сказать огромное спасибо всем тем, кто пишет комментарии под моими видео, а также ставит лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, а на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч, пока-пока! До новых встреч!